Итак, уважаемые друзья, с вашего позволения приглашаю на сцену старший епископ церквенного поколения Украины, Андрей! Слава Иисусу Христу! Рад всех приветствовать, дорогие братья и сестры! И буду проповедовать, потом помалюсь, думаешь, кто-то исцелится, кто-то нет, ну так всегда бывает, но хотел бы несколько слов сказать о новом поколении, я могу говорить о новом поколении, потому что я самая старая новая поколения, из всех новых поколений, которые еще остались новыми поколениями, если не считать самую главную новую поколение, Кандидатс, филозофис по яоно пауде. И что хочется сказать? У кого грибает то спать? Знаете, Зините, Самая ненас сильная откровение нового поколения. Это откровение нового поколения. И, наверное, никто спорит с этим не будет. Все песни, которые вышли отсюда, они даже какого-то левого человека, Которые паудут эти песни, Которые паудут эти песни, Делают право. Дарят пар пареизу. Наверное, в этом есть Откровение. Знаете, Зините? Дамы слушал проповедь. Несен, клаусу, я святруну. Какой-то проповедник хороший. Которые слабы слабы слабы. И он говорит, Чем отличается церковь Давида от церкви Саламона? Ко, ащераз Давида, драудзи, но Саламона драудзи? У Давида было откровение Об отношении к Богу. И оно было через поклонения. У това была церковь паудутся. 150 песни. 150 песни. Это только то, что дошло до нас. А то, что пелось в сердце, А, ну, наверное, не дошло до нас. А, ну, я думаю, что такие есть песни у Алексея, Которые они дошли. А может, никогда не дошли. Саламон был мудрым. Там была куча технологий. Правильных высказываний. Правильных идей. Правильных идей. Все в притчах там. Вису тур у лидзий бас. Виклиси аста. Саламон смацийтайс. Я знаю, прикол такой, знаете. Зинит тату. Все правильно говорил, только жить правильно не мог. Вису пареизе. Рунай, только не верея пареизе дзивот. Почему? Ка дель? А потому, что без силы Божьи правильно не поживешь. Та дель, что без Диа спека пареизе не подзивешь. И откровение о поклонении. У нас как раз его освобождает силу Божьи. Та те же арея отбриво Диа спеку. И дает силу жить правильно. И дод спеку дзивот пареизе. Рикотесь пареизе. Поэтому я всегда восхищаюсь теми вещами, которые здесь рождаются. Летам, которые шеи дзимст. И в Украине сегодня, ну, вы знаете что. Я не буду вам пересказывать новости. Я знаю, что вы и так в них все сидите. Аминь. Сегодня время с одной стороны очень плохое. С другой стороны благоприятное для служения. Для проповеди Ивана. Из-за того, что поток наших земляков хлынул в Европу, то даже в Европе сегодня благоприятны. И знаете, что опять, чем мы сталкиваемся? Как там блудники, там и прирободеи, там идут царства Божьи первыми, да? Так в основном и все музыканты и прославители выехали в Европу первыми. Не осталось никого. Я проповедую. Люди кайутся. Молодую. Поэтому все просто для того, чтобы возродить новых пиццов, новых музыкантов, нужны люди с откровениями. Поэтому с 8 августа мы делаем онлайн школу для всех, кто хотя бы хоть чуть-чуть держал там в руках гитару или умеет петь. Мы вас всех приглашаем, записывайтесь на протяжении 10 дней подряд, пастор Алексей, Мария Лидяева, еще один Алексей, Захаринка, ну я не пойду. Ну я что-нибудь расскажу хорошее, но в любом случае, я думаю, это будут 10 дней хороших, хороших, и закончатся они праздником поклонения в Варшаве. Я думаю, там соберется сотни людей для славы Божьей, для поклонения, и поэтому, если вы хотите подключиться, чтобы стать поклонником, сейчас в этом великая нужда. Великая нужда. Пожалуйста, найдите себя. Амэн. Так надо все успеть. Слава Богу, давайте прославим Господа. Слава Богу, и второе, дорогие братья и сестры. Я не буду зачитывать здесь длинный текст, ну хорошие, поверьте, там хорошие. Слава Богу, и второе, это все хорошо. Безкомпромиссную позицию. Мне так это нравится. 62 человека. 62 человека. Не пустили в Латвию. Не лейтоз Латвия. Когда они ответили на вопрос, поддерживаете ли вы войну? Да. Слава Богу, и второе, безкомпромиссная позиция. Вы не возмущаетесь. Вы не проклинаете правительство. Потому что понимаете, что идет серьезная война. Офис дьявола, он перемещается. Ну, когда-то он был там в царстве персийском. Потом в Вавилонском. Потом в Римском. Еще недавно, помните, в Афганистане был. Там мы все смотрели, как люди текали оттуда. На талибы там их гадали, они за шасси хватались. Помните, да? Сейчас он в Кремле. Этот офис там. Дьявол контролирует полностью все там. И он выступил против всего христианского мира. Талибы, от которых офис дьявола ушел. Они говорят, Путин, ты что, дурак? Даже там люди прозрели. И знаете, все, кто сегодня поддерживает эту позицию, пусть вас Бог благословит. От наших 1500 церквей, которые есть в Украине, это организация называется Украинская Межцерковная Рада. Мы хотим вас сердечно поблагодарить. Мы хотим вас сердечно поблагодарить за помощи и поддержку. Если есть какая-то связь с правительством, вы можете передать нашу благодарность. Тут маленькие подарочки на украинском и на латышском языке. Ну, нормально. Прочитать? Туда надо окуляры одеть. Сейчас вы все выучите украинскую мову. Я ее сопротивляю от Украины Володы. Это не так сложно, поверьте. Украинская Межцерковная Рада в складе 1500 церковь висловляет щиру и глубокую вдячность всему латвийскому народу и керевництву Украины за взвитяжную поддержку Украины в нелегкий час повномасштабной войны с Россией. Високо ценою мы просим и просим и приносим подяку за каждый жест солидарности, который объединяет наши страны, наши народы в этот сложный для Украины час. Уклинно дякую вам за наданную гуманитарную допомогу, моральную и духовную поддержку отриманную гражданами Украины, которые вимушенно залишают Батьковщину, рятуючись от войны, сейчас, пребывая на территории вашей страны, украинцы отримывают все необходимое, чтобы не почуваться беженцами, позбавленными Батьковщиной. Ну, поверьте, тут все хорошее. Ну, вот все. Турвиси лаби, Удрикстриц. Да не надо. Все. Спасибо, братья и сестры. Еще раз. Дорогие. Правда. Огромное вам спасибо. Благодарим вас за эту помощь, за поддержку, за позицию. И, знаете, Бог выбрал Украину. Для того, чтобы разрушилась Россия. Это тяжелая судьба. И тяжелая избрань. Ну, поверьте, после войны, то имперская Россия уже никогда не будет. Будет совершенно другая Россия. Россия, где мы будем въездными? Аминь. Аминь. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Спасибо за молитву. Палдес по лукшанам. Спасибо за пророческое слово. Палдес по правительству варду. Это так важно сегодня. Потому что нам нужно это пророческое слово. И хорошо, когда оно звучит на русском языке. Аминь. Слава Иисусу Христу. Итак, дорогие братья и сестры. Хочу коротко попроповедовать. И потом помолимся. Помолимся, чтобы болезни какие-то ушли. Чтобы грехи ушли. Проклятия ушли. И жизнь изменилась. Сегодня я хотела говорить об умножении. У Иисуса было трудное время. Его двоюродные брати. Бил взят тимницу. И ему отрубили голову. Трагедия. Иисус ушел в пустынное место. Ученикам сказали отдохните. А сам пытался разобраться сам в себе. Эмоции были тяжелые. Эмоции были тяжелые. Казалось бы, Яна делала все правильно. Варе листись, Яна делала все правильно. Он пришел к Ираду. И он пришел к Ираду. Сделал ему замечания. Виним. Семейным вопросом. По дименским вопросам. Знаете, семейные вопросы тяжелые. Дименским вопросам. Муж женой разводят. Вирси ар Севу шчераз. Судья спрашивает. По каким причинам? Он тихо спрашивает. По какому причинам? Жена говорит. По религиозным. Севу сак. По религиозным. А что такое? А он меня за богиню не признает. Так вот, он сделала замечания. И он говорит, не хорошо тебе забрать жену брата. И там женщины вмешались. Интриги. Какие-то там наговори. Короче, эти тетки. Они там такого наговорили. Ираду. Ираду, который принципит. Ираду, который принципит. Любил тебя про павел. Миле шоу слудинатайу. Отрубил ему голову. Ночерт там голову. Женщины многое могут. Севица додско вар. Женщины. Севица. Пусть вас Бога благослови. Лай Девси вас свеетий. Так вот. Тад лук. Иисус у шолпу стенами. Девси аизгая у номера. Пусть вас разобраться с собой. У центоваться каидрīбам пац с себе. Са своим сердцем. Ар сову сирди. Возможно успокоиться. Возможно спрашить у Бога. Возможно спрашить у Бога. Возможно спрашить у Бога. Что как дальше. Кас, ко, ка талак. Но люди. Бет целоваки. Они узнали, что там Иисус. Вини узнали, что там Иисус. И они начали стекаться со всех сторон. Хочу напомнить, что это было в регионе под названием Галилея. Если вы внимательно читаете Библию. Вы увидите, что Иисус. Он любил Галилею. Больше все чудеса там были. В основном все проповеди нормальные там были сказаны. Он в Иерусалим вообще не хотел ходить. Даже если не ходил туда. Он спать уходил в село. Есть города. Не очень благоприятные. Для проповеди Иоанна. Ну для проповеди Иоанна. Галилея была вов. Там все происходило. Когда читаешь Библию, удивляйся. Это озеро галилейское. Они постоянно плавали. Туда-сюда, 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 туда-сюда. То в один город приплывут, то в другой приплывут. Все происходило в Галилее. Евреи не сильно любили Галилею. Потому что галилеяне это были люди, которые язычники смешались с евреями. И они как бы были в глазах. Настоящих евреев. Ну тех, которых кровь еврейская. Ну прям полностью еврейская. Они были какими-то такими. Они были какими-то такими. Ну как. Не серьезно к ним относится. Но это не помешало Иисусу сделать там много чудес. И сделать много знаменей. Поэтому если к тебе не серьезно относятся. Да не бойся. Ты не бойся. Все нормально. Все нормально. Главное, чтобы Господь серьезно относился. И вот Господь серьезно относился. Выбрал там всех учеников. И творил там кучу чудес. Как они собрались к нему. У лук, они собрались к ним. Множество народа. Вайрум стаутас. Пять тысяч людей. Пять тысяч человек. И это только без женщин и детей. И это только без женщин и детей. Сколько их там было. Один Бог знает. Иисус им проповедовал. Действия им слуденая. Малился. Лудза. Я вам скажу самый лучший способ. Я вам скажу, что это слабая, как и свеица. Забыть все свои нещасти. Азмирст все свои нещасти. Это проповедовать и молиться. Это проповедовать и молиться. Желательно за кого-то. Велимся пар ка-каду. Аминь. Аминь. Я кому-то проповедуюсь. Я ка-кадам-слудену. Ты же не так все плохо. Я не весь тик слегти. Аминь. Аминь. Мне говорят. Пастор, ты так ездишь проповедуешь. Если ты ездишь проповедуешь, проповедуешь, проповедуешь. Да. Я? Ты как наркоман. Я сказал наркоман. Чтобы о плохом не думать. Просто проповедуй, проповедуй, проповедуй. И уже о хорошем думаешь. И вот Иисусу перебили все эти плохие мысли. И он начал молиться там у кого-то за какие-то руки больные, ноги, головы больные. Приходили к нему люди со странными откровениями. Он их выслушивал. Со странными идеями он их выслушивал. Молился, 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 молился. И ученики ему говорят. Господи. Ну уже они голодные все. Отпусти. Пусть они там купят себе что-то поесть. И тогда, может, продолжим служение. И вот Иисус говорит. Вы дайте им есть. Ну, Филипп сразу прикинул. У него калькулятор, наверное, был. На 200 динариев тут будет недостаточно. Какие еще предложения? Ну, еще предложение было распустить их. Какие еще предложения? Андрей вышел из трудной ситуации. Он сказал, две рыбки и пять хлебов. И можно их накормить. Это мало, конечно. Но можно попробовать. И вот здесь начался процесс умношения. Саказ вайрошенās. Умношения. Павайрошена. Оно не происходит просто так. Ненотек венкаршу тапа. Оно происходит по определенным законам. И по определенным правилам. И когда Иисус сказал, Принесите мне эти хлеба. Отнесите мне эти две рыбки. Он дал приказание рассадить людей. И седина целовеку. По 50. По 50. И по 100. И так, одно из условий для умножения. Это умение сделать порядок. Порядок. Знаете, я знаю много хороших постановок. Они проповедуют очень хорошо. Молятся очень хорошо. Но у них никогда не хватало ума сделать порядок. Поэтому умножения они не увидят. Потому что умножение начинается с порядка. Нужно его создать. И вот там начался процесс. 5 тысяч. Евреев. Не забывайте. Кто такие еврейские дети? Это самые страшные люди. Причем у евреев же какое воспитание? Если ребенок решил наплевать тебе на туфли. Так угодно Господу. Не трогайте его. Все нормально. Понимаешь? Поэтому 5 тысяч. Женщины. Дети. И вот начался процесс. 12 учеников. Стали работать ашерами. Они рассаживали людей. Пока там рассадили, там разбежались. Пока там разбежались, там рассадили. Они бегают, там иссядинали. Массу времени потратили. Массу наику заходили. Только потом, когда они все сделали. Устроили порядок. Евреев. Иисус раздал им 5 клубов. Раздал две рыбки. И говорили, идите. И дайте им ест. Когда они пошли. Тат, когда они гали. Начали происходить чудеса вложения. И каждый человек, каждый человек, каждый ученик участвовал в чуде. Братья и сестры. Братья и сестры. Мы не просто наблюдатели. Мы участники чудес. И Бог хочет задействовать лично тебя. В том, чтобы ты был участником. Я просто смотрел. Будет, не будет. Будет, не будет. Участвуй. Будет. Я говорю, если участвую, то будет. Если не участвую, то будет. И вот чудеса начали происходить. Все было круто. Весь был лоб. Хлеба масса. Майзес доз. Рыба вкуснятина масса. Симус гарши доз. Все едят. Весь ад. Сумки с собой набирают. Сума с собой пепел. И все равно. Умножение. Павайрощат. 12 карабов. 12 карабов. 12 карабов. 12 карабов. Ираксистаный день. Какие-то люди. Кот как целовеки. Они решили прийти. Вининулаема отнагти. И сделать Иисуса царем. Амэн. Представляете? Иисусу хотели дать политическую должность. Его хотели сделать, наверное, губернатором. Галилейского края. Галилейс апгабала. И он увидел. Что здесь уже не очень хорошо. Поэтому взял 12 учеников. И заставили. И спида вино. И сесть в лотку. И сесть в лаевах. И плит на другой береги. И браусь у другого креста. Знаете. Зините. Вот казалось бы. Легас. Ну сам иди походящим моментам. Легтись пац непимейротая каизмириклис. То, что все хорошо. Тик, как все хорошо. Лабаясь. Начинает. Ир сакас. Сакас. И вот когда анализируешься. У нас когда анализируешься. У меня когда что-то хорошее в жизни начинает. Манка вот ка зиве. Лаб сакас. Вот только начинает. Ну вот ты кай сакас. Ну там царем хотят сделать. Ну партейни не гребецелд. Вот. Все хвалят. Говорят. Братья, спасибо. Вы ж нас накормили. Спасибо за такие. Балдей, аспартады. Все благодарные. Все счастливые. Все рады. Вы знаете, только хорошее все начинается. Лабаясь. Весь сакас. И только хорошее все начинается. Тик, лиз. Весь слабаясь. Он говорит, все-все-все-все-все-все-все. Плывем на другой берег. Причем я с вами не плыву. В смысле? В коромысли. Садитесь на лодку. И дальше. Ну нам бы тут хотелось быть. Знаете, ученики вообще не понимали вот этого постоянного движения. Ну залезли на гору. Ну слава Божья там. Ну давай сделаем три кущи. И останемся там на всех. Да. Нет. Только вперед. Только вперед. Ну ладно, ладно. Раз Иисус сказал. Сесть в лодку. Поплыть на другую сторону. То сто процентов должно быть все хорошо. А вот и нет. Иисус сказал. Иисус сказал. Мы сели по его слову в лодку. И началась буря. У сапказ ветра. Господи. Кунгс. Ты ничего не попут. Ты не ко не саоцис. Там хлеба была. Тур маиза была. 12 карабов. 12 гроза. Там рыба была. Там тебе уже удостоверение губернатора не сли. Губернатору аплета. Ты ничего не попутал. Может нам не надо было оттуда уходить. Может нам было там остаться. И там, где мы остались. Мы бы чувствовали себя хорошо. Ой. Даже не знаю, говорить вам это или нет. Я вот это как стал верующим. Я перестал себя чувствовать хорошо. Вот я когда не был неверующим. Я всегда себя чувствовал хорошо. А когда стал верующим. Я перестал себя чувствовать хорошо. Знаете, первые лет 10. Я думал, что это все время дьявол. Я думал, что это все время дьявол. Я думал, что это все время дьявол. Теперь у меня мнения разделились. Я начинал чувствовать, что там, где умношение, Там тебе куда-то Иисус опять переводит. Я думал, что там, где умношение. Я думал, что там, когда мы начали развивать церкви. Когда мы начали развивать церкви. Открывать новое. Отверт яназ. Начали движение. Я заболел гепатитом С. Причем я же не был наркоманом. Я не был наркоманом. Я не был наркоманом. Я так думаю. Я так думаю. Сделали какую-то операцию. Занесли эту заразу. Я еще помню, когда Алексей приезжал. Я его на экспертам возил, 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 возил. Потом он уехал. Позже самец, врачу. А мне плохо. Без мальчик. Плохо. Слых. Плохо. Слых. Пошло больницу. А я, герой, гепатит-С. Они говорят, гепатит-С. Гратиция. Они говорят, нет. Я сэк арстайшенас. Герой, что делать. Я сэк, что дарит. Ты ничего говорить. На неку. 10 лет можешь прожить на диете. 10 годы верно отдыхать у дец. Я не хочу 10 на диете. Я не хочу 10 на диете. Я думаю, что я бы ее ухайдокал бы за год. Я думаю, что и вы такие же. Я, когда первый раз привезла жену эту параварку, положила туда курю, сварила ее там. У меня было такое чувство, что я мертвяка кушаю. Потом как-то там с горем пополам меня лечили. Я плохо себя чувствовал. Что-то там менялась. Ну вроде, знаете, все ушло. Я думал, слава Госпожа. Уже ничего хуже не будет. Что может быть хуже? И мы начали умножаться. Знаешь, когда ты умножаешь, что ты делаешь вперед? Ты делаешь как-то проблему. Мы начали мы наркоманов спасать. Насобирали их. Кучу целых. Веселу каудзи. Вот. Пять тысяч палатки стоят. Пять тысяч тельтей стау. Умножение. Так радостно вообще. Но недолго. Но недолго. Все звонят и говорят, обыск у нас. СБУ. Уголовные дела. И похищение. И удержание. И, короче, распространение наркотика. Наркотика изплатыщена. И что я только про себя не узнал. Ужас. Шаусмас. Умножение. Павайрощенас. Оно связано с какими-то проблемами. Таи саистеться с какими-то проблемами. Поэтому многим постарам совет. Та не надо вам расти. Не надо вам расти. Ездите в Турцию. Загорайте. Жрите в ресторанах. Все нормально. Началось движение. Большое. На библейской школе. Куча людей учитывала. Севсекста рот. На висам малам. Паприежали люди. Сабрауца цилваки. Движение. Кустива таза. Церкви открывая. Драдь сатвара. Наркоманы. В этих кучах. Наркоманы. Не знаю, что ты от них деться. Виним ты так дады. Не знаю, куда листись на тему. Коронавирус. Коронавирус. А ка зевы. Израдас. Церковь пиршатравинскому. Драуза пиршатравинскому. Заразила коронавирусом всю Украину. Я приезжаю в церковь. В этих костюмах. Куча полиции. Со щитами. В касках. С дубинами. Обыск. Уголовное дело. Куча проблем. Это первый раз в жизни. У меня был стресс. Раньше не знал, что такое стресс. А ты уже знал. Но ты, когда кушать не хочешь. И каждое утро. Ты на килограмм худеешь. Ты по килограмм клюсту веглай. Я так стою на весь. У меня. Меньше. 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 Думаю, так ты шо? Думаю, так ты ко? Знаете, я перестал читать новости. Про то, что мы заразили всю Украину. Про то, что мы заразили всю Украину. Стало легче. Я вам скажу. Уберечься от стресса. Это не читать идиотов. Но стресса не лысит идиотов. Стать их очень много. Да. У Макаревича песня была такая. Сегодня очень важный день. Сегодня битва с дураками. Ну, там дальше он говорит, мы их победили. Единственное, что у нас осталось мало. Их много. Кстати, че они все в церкви ведут? Старпсит, не знаю, как дали висы наху с драудзи. Да. Знаете, пережили мы эту как-то коронавирусную заразу. Как-то там, не буду рассказывать подробности, все эти дела как-то там закрылись. Все нормально. Висы нормали. И вот в Харькове. Ун Харькова. Прошлом году. Пагаиша года. Зелали такое служение. 27 тысячи. 27 тысячи. 10 тысяч на паке. 10 тысяч уграгну жал. Я думаю, ну вот все. Я думаю, ну все. Уже Иисус не скажет, что здесь лотку. Я не скажу, как лаево. Уже будем там. Я у вас тут. И все будет хорошо. У вас всегда так хочется. Та венмарь грибас. Та на каком-то месте. Кого-каком-то веетом. Где Иисус. Кур Иисус. Где накормленные, благодарные люди. Кур папа-бароти, патецииги. Где едем нормальные, пацаны. Кур нормал-пуищи. Ученики тип. Ну, мацаки. Кого-как там задержаться. Кого-как там зиджаться. И там жить постоянно. У тура дзивот паста-вийги. И ты думаешь. У ты думаешь. Будет такое время на земле. Пиенагстас лаигс у земли. И не ждите. Не ждите. Пока с Иисусом. Камера ар еезу. Пока он постоянно тебе будет сажать в лодку. Причем сам там сажаться не будет. Выплыли они. Плывут. Буря поднялась. Ватра сацелась. Я уже думал. Все будет нормально. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Знаете, чувства. Плохо. Слит. Началось еще с ноября прошлого. Сакас волнову погащая гада новембра. Умножение в России. Павайрощена с Криви. Сто церквей. Симти драудзи. Это немало. Это немало. Если учитывать, что я туда не езжу. Это много людей. Не буду озвучивать цифру. Не буду озвучивать цифру интересную для ФСБ. Интересную для ФСБ. Ну, много. Ноября месяца. Новембра месяца. Они собрались. Вини сапулцейся. Под Москвой. Пе Маскавас. Помолиться. Палугти. Прославить Господа. Славить то кунгу. Поговорить о развитии. Парунать про аттестиву. Приехал от четыре службы. Отбраути трещи. ФСБ. Четри органи ФСБ. Все положили лицо. На всех завели дела. Узвестия миросинайли. И это до сих пор продолжается. У лечащим таза власть. Поговорить. Варят лигтись. Ну, шо, это везде так? Ну, это все так? Везде есть умножение. Везде есть умножение. Везде есть умножение. Кур есть аттестива. Там везде есть проблема. Там всегда будет противостояние. Там всегда будет противостояние. Я не говорю о проблемах. Я, ну, это ficou глупая. Когда ты сам себе сделал проблему. Какой-то лучшее. Ну, там никто себе проблему идет. Тут не один себя недарит проблему. Нормально со всеми общаются. Нормально со всеми дружnamed. Нормально со всеми дружина. Нормально со всеми дружи. А, да?.. Были под законами. Были, как раз, в Sigmm formulationах. Знаете, в конце года. Года Chiefśli flat reached. Чувствовать сегодня. Татьа сейл�. Опять шо, что busca追 livelihood. Откалю как раз-как axial asづста вaten тAHУС real quatro. Объявили ему голову молитвы. Начали молиться. Сделали молитвенную гору. 200 дней. Каждый день. Куча людей. Каждый день молиться. Каждый день молиться. В Пиршатравинске. А, кстати, недавно. Старпцит унесен. Ассердземець министрс. Россия. Кривия. Объявил, что... Паслудинай. Пиршатравинске. Пиршатравинске. Находится военная база. Отроды. Тур. Кар база. Объявление. Пазынюю. В СМИ. Масмейдис. Чувствовалось. Ютас. Что шо-то плохое. Какое-кас слыкс. Что-то нехорошее. Какое-кас наилапс. И оно пришло. Ун таза. Поверьте, не только на Украину. Но цвет не только Украина. Оно коснулось всех. Это какаааа. Когда уже после начала войны я пересекал границу. И ехал из Польши в Украину. Я видел одну сплошную пробку. Я видела одну сплошную пробку. 400 километров машин. 400 километров машин. Все ехали сюда. Виси брауса у Шеиени. Имеют ли они на это право? 100% имеют. Люди могут быть беженцами. Иисус был беженцем. Поэтому люди тоже имеют право быть беженцем. Ты не отвечаешь ни за чью жизнь. Каждый человек отвечает сам за свою жизнь. И отвечает за свои детей. Я понимаю, что это следующий этап. Каждый этап на женщине. Павейрощенāс посмус. Мы откроем Европу. Мы отверсим Европу. Сотни церкви. Симтием драуджу. Ваиме Иисуса Христо. Деиза Христос варда. Откроем. Отверсим. И мы будем собирать стадиону Европу. И песни будем петь. Дзизмаз дедасим. И конференции проводить. Умношение. Павейрощенāс. Это воля Божья. Та идиогриба. Но оно запрежено. Бет тата. Сапреженос проблемами. Ирина с аиститом. Ты не можешь умношаться. Не вар павейроти. Жить хорошо. А дзывот лаби. Я ты буш умношаться. Деявол тяга бует ненавидит. Деявол бут все разрушено. Деявол бут все разрушено. Деявол бут все разрушено. Деявол бут все разрушено. Деявол бут. Лук. Вини брауц. Можна клавиша. Плывут в лотки. Вини брауц лаевам. Гроди профессиональные рыбаки. вроде Галилейского озера, не Тихий океан, но волны большие, бьют лодку, они в шоке, потому что они понимают, нас сюда поместил Иисус, и мы находимся в бедственном положении. Дорогие братья и сестры, если Иисуса сейчас не видно, в трудное время, а так бывает, что в хорошее время Его видно, а в трудное время не видно, так вот, если Иисуса не видно, это не значит, что Его нет. Он все равно рядом с нами. Он не забывается, что когда он посадил их флотку, сам он пошел молиться, Иисус за тебя молится, даже если все плохо, он отискнулся, и когда он увидел это бедственное положение, он начал идти, по воде. Таким, Иисуса никто еще не видит. В трудные времена, мы видим другого Иисуса, такого, как мы его не видели. Дорогие мои, мы увидим Иисуса, мы его увидим, таким, которым мы его еще не видели. мы увидим те чудеса, которых мы не видели. Мы переживем великую славу Божью. Знаете, их психика через это трудное время ну где-то была повреждена, поэтому кто-то там в лодке, какой-то паникер, наверное, Фома был, или Иуда, закричал, призрак! Призрак! Знаете, недавно давал интервью телеканалу, которые снимают такие мистические программы, которые снимают мистические программы, и они хотели от меня какую-то мистику. Как Вы считаете, ну, как Вы думаете, с этой колокольни трехметровой кресту пал перед войной. Это знамение? Я говорю, это просто плохо прикрутилось. Знаете, вот в трудные времена люди, куда-то мистику даряются. Призрак, шмризрак. Спокс, спокс. Иисус. 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 Знаете, Петр? Зиньет, Петерс. Он сказал, Господи, если ты, если ты, скажи мне, я готов вперед. Я даже не в лодке буду плыть, я даже по воде пойду. Если это только ты. А это у меня главный вопрос. У меня другого вопроса идет. Мне говорят, как ты на то реагируешь? Как ты на то реагируешь? Как ты на то реагируешь? Да я не хочу ни на что реагировать. Я хочу на Иисуса реагировать. Вот на Него буду реагировать, а на все остальное не буду реагировать. Не буду. Ваша реакция? Не прикрутили крест. Нет другой реакции. Не уцит с реакцией. А вот храм сгорел в Парижа. Нодек Париза. Говорю, это было пожарную сигнализацию. И все. А еще лучше вот эти, есть. Дочень людям. Знаете? Которую вот пшшшш-ки, все. Лайстишин систем. Это не знамение. Нет, это не знамение. Нет, это не знамение. Иисус нам нужен. Братья и сестры, нам нужен Иисус. И в трудные времена Он, я говорю, он рядом с тобой, он близко, он может исцелять, спасать, менять, освобождать, благословлять он рядом, я говорю, он рядом с тобой, если не надо орать, призрак, призрак, надо сказать, это ты? Ты это или не ты? Я не разберусь, обратись к ним, я разберюсь, те, кто молятся, те всегда разбираются, что им делать, как им жить, где им быть, куда им идти, куда им не идти, все, кто молятся, они в конце концов во всем разбираются, а все, кто паникуют, они никогда не могут разобраться в своей жизни, первое условие для того, чтобы во всем разобраться, это молитва, она может занять длительное время, может день, два, неделю, месяц, иногда Бог забирал пророков в пустыню, чтобы им что-то сказать, но когда они это слышали, они потом выходили, и были уверенными, были победителями, были успешными, они смогли все сделать, ты скажешь, что сейчас за время, сейчас самое плохое время в Украине, такого времени никогда не было, в Харькове, к правовым служениям, и ты не знаешь, что оно закончится, когда оно не закончится, когда ты ложишься спать, ну, я вам скажу так, если стреляют где-то в 11-12, нормально, вот, ты думаешь, ну, нормально, ты думаешь, ну, нормально, там можно куда-то зайти, когда в 4 утра ты уже спишь, ты думаешь, что будет, то будет, даже не встаешь, да, такое время, плохое время, я не буду вам пересказывать новости, вы все знаете, но с другой стороны, умножение, знаете, за это время, это я так скромно посчитал, мы раздали 100 тысяч продуктовых наборов, где-то столько же людей, прочитали молитву, я приезжаю в село, где раньше в жизни меня никто не слушал, знаете, пришлось, пришлось обозначиться, эту рубашку я одеваю, ну, чтобы понимали, кто ты, когда ты говоришь людям, которые 33 дня просидели в подвалах покупать, ты говоришь, вы молитесь? Они говорят, мы 33 дня молились, с утра до вечера, и им не надо было знать молитву, оно все перло из души, вот так вот все шло из души, и когда ты говоришь, они хотели бы помолиться молитвой, покаяния, все хотят, все хотят, солдаты хотят, люди хотят, не важно кто ты, все молятся, все луды, умножение, будет умножение, но это трудное время, мне хочется, чтобы закончилась война, желательно сейчас, но я не знаю, когда она закончилась, и никто не знает, единственное, что мы можем делать, делать то, что мы должны делать, проповедование и молиться, молитва, это реально духовная война, поверьте, братья и сестры, я думаю, вряд ли на этих пальцах есть, можно посчитать, десять церквей, которые молятся молитвой и братью, которые молятся здесь, сейчас другая молитва не нужна, сейчас нужна только молитва духовной брани, сейчас нужна только война, и нужна проповедь, почему? сегодня жизнь ни от чего не зависит, не зависит от человека, сегодня человек ни один не может гарантировать себе жизнь, ни один, казалось бы, мирный город, Винниц, центр города, все, 50 там или сколько там человек, мы страдали, погибли, никто не может гарантировать, мы должны людям гарантировать, Царство Небесное, чтобы они знали, куда они идут, для этого нужна быть проповедь Ивана, простая проповедь Ивана, не сложная, не тяжелая, не усложненная какими-то философиями, простая проповедь, в которой быть человек, как Петр, вы знаете, просто, Господи, если ты, ну скажи, я пойду, на такую молитву, на простую, Господь всегда отзывается, Господь отличится, дорогие мои братья и сестры, я верю, что Иисус исцеляет, и мы можем принять участие в своих чудесах, Иисус сказал, возложите руки на больных, больные будут здоровы, опять же, все так просто, ты скажешь, в моих руках есть, что-то такое, что было в руках Кашпировского, больше, потому что ты на святом месте, мы верим в Иисуса, мы поклоняемся Иисусу, мы проповедуем об Иисусе, и мы знаем, что Иисус наш целитель, Он прощает все наши беззакония и исцеляет все наши недуги, и ранами Его мы исцелились, мы это знаем, поэтому Он говорит, возложите руки, будьте здоровы, будете здоровы, будете здоровы, я говорю, будете здоровы, второе, вы должны быть спасены, вы не должны пойти в ад, сказать, что для этого нужно, все просто, между человеком и Богом, есть перегородка, и старт сена, старт сена, понимаешь, сена, ты бьешься головой, ничего нету, Бог на той стороне, эта стенка убирается, когда, когда человек говорит, Господи, прости все мои, он кается, и принимает прощение, и с этого дня, он идет в небо, никакой перегородки нет, никакой перегородки нет, никакой перегородки нет, дорогие братья, и сестры, дорогие братья и сестры, давайте, пожалуйста, все поднимемся, даже те, у кого болят ноги, под те, которые сапки каи, давайте все поднимемся, давайте закроем свои глаза, а изверсим savas аксис, я попрошу, чтобы вы подняли свою правую руку веру, все, все подчерките свою правую руку веру, Иисус Христос, ты обещал, 2000 лет назад, что через возложение рук, ты дашь исцеление, я молюсь сейчас, чтобы в каждую правую руку, пришла исцеляющая сила, исцеляющая благодать, и пусть это исцеляющая сила, уберет сахарный диабет, уберет опухоль, уберет болезни сердца, уберет болезни почек, вечень, акну, дод спеет земдеть, уберет тревогу из сердца, уберет безсоницу, уберет слепоту, я верю в Твою слово, я принимаю, что на моей правой руке, есть помазание Духа Святого, для сверхъестественного исцеления, према сейчас, если в Твоем теле есть какая-то болезнь, большая или маленькая, положи правую руку на это место, Иисус Христос, я молюсь за эти, я молюсь, чтобы прямо сейчас Дух Святой ты двинулся по этому залу, и исцелил каждого человека, каждого человека, есть кто-то, у кого есть проблема с правым коленом, у каждого утра у тебя сильная болезнь, и Дух Святой, просто принимай свою стилинию, есть человек, у кого слена щитовидной железе, будь исцелена прямо сейчас во имя Иисуса Христоса, я молюсь о полном исцелении нервов, нервов на лице, нервов на лице, я молюсь о полном исцелении нервов на лице, и всякие боли в лицевой части, в голове, пусть они уйдут прямо сейчас, я молюсь о женщине, у которой опухоль с левой стороны, принимай свое исцеление, принимай свое исцеление, Варикозное расширение вен Я молюсь о твоем исцелении Дух Святой Сила исцеления Я говорю прекрасные ноги Благовестующих мир и истину Сила исцеления пусть придет Дух Святой Дух Святой Дух Святой Дух Святой Мы принимаем твою исцеления Мы принимаем твою исцеления Я молюсь за каждого человека Божи убери бессонец Убери страх Убери depреси Убери уныни Дьявол убирайся Я провозлашаю силу исцеления Исцеления Духа Святой Я принимаю твою исцеления Ваиме Иисус Ваиме Иисус Спасиба тебе Господь Спасиба тебе Иисус Мэс славям тебе Мэс славям тебе Мэс пилудзам тебе Давайте еще на минутку закроем свою ладу Пожалуйста, опустите свои руки Лудзу наладить свои руки В этот вечер Я бы очень хотел Чтобы ты был как Петр Который сказал Господи Если это ты Я к тебе приду Я к тебе приду Я знаю, что Господь на этом месте Я знаю, что Кунгс Ваиме Тебе только нужно к нему обратиться Тебе только нужно к нему обратиться Как Петер обратиться Ко Петер Креезас 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 Он сделала шаги Который раньше Никогда не было Курс аграк не бежит Пошел по воде Она Крак не бояться Края Покаялся в свои грехи. Идешь ли ты на небо. Прощен ли ты полностью. Если ты никогда не принимал источник. Никогда не каялся. Никогда не приходил к ним. Никогда не отдавал свою сердцу. Никогда не приглашал его в свою жизнь. Или может ты был с Богом. Но по какой-то причине отступил. Ушел. Может быть твою лодку. Так же само бьет. И твоя жизнь так же сама под угрозой. Сегодня есть время. Обратиться к Иисусу. Если ты никогда не принимал источник. Никогда не каялся. Или был с Богом. Но по какой-то причине отступил. Я хочу помолиться с тобой. Я хочу помолиться за тебя. Если такой человек. Ты не принимал Иисуса Христа. Или был с Ним, но ушел. Я хочу помолиться за тебя. Подними свою правую руку высоко. Правую руку высоко. Правую руку высоко. Правую руку. Помашите мне. Все, кто там поднял правую руку. Все, кто поднял правую руку. Я сейчас попрошу сделать очень важную вещь. Возьмите свои вещи. И все люди, кто поднял правую руку. И вы хотите принять Иисуса, обратиться к Нему, покаять, отдать свою сердце. Оставьте свое место и придите сюда вперед. Пожалуйста. Оставьте свое место и придите сюда вперед. Пожалуйста. Я вас всех ажидаю здесь. Давайте мы сделаем большой шум хвалы. Мы ждем вас. Мы ждем вас, ждем вас, ждем вас, ждем вас. Пожалуйста. Мы всех вас ждем. Давайте поаплодируем всем этим людям. Мы ожидаем каждого человека. Пожалуйста, проходите, проходите, проходите. Проходите. Еще кто-то, еще кто-то. Мы вам аплодируем. И мы вас ждем. Пожалуйста, там в коридоре может быть кто-то. Мы вас ожидаем. Давайте прославим Господа. Еще кто-то. Еще кто-то. Не стой на своем месте. Сейчас мы вместе помолимся. Чтобы Иисус пришел в твою жизнь. Чтобы Он простил твои грехи. Спас тебя. Оправдал еще кто-то. Давайте еще большие аплодисменты дадим всем этим людям. Мы ожидаем еще, ожидаем. Я знаю, что еще есть те, кто сюда идут, поэтому мы ожидаем. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. За каждого человека. По каждому человеку. Слава нашему Господу. Слава муськунгам. Еще кто-то. Еще кто-то. Мы вас ждем. Мы вас ждем. Эти шаги к Иисусу, они трудные. Но они правильные. Еще мы ждем вас. Особенно если вы пожилой человек. Вам надо знать, что Иисус с вами. Иисус вас спас. Иисус вас оправдал. Иисус вас помиловал. Еще кто-то. Давайте прославим Бога. Женщины и мужчины. Сиевец и велищи. Парни и девушки. Пусть и мальчины. Знаете, когда Иисус сказал, Это я. Иди ко мне. Знаете, Петр сделал этот шаг. Он переступил этот барьер. У многих людей есть барьеры. В сердце, в голове. А что это? А как это? Это так необычно. Какая это церковь? Это не церковь. Слушай, дорогой. Тебе не церковь нужна. Тебе Иисус нужна. Тебе Иисус нужна. А Иисус приходит по определенным принципам. Аминь. Еще кто-то. Еще есть несколько человек, и я буду молиться. Еще есть несколько человек, и я буду молиться. В фойе. Женщины. Вставайте, придите сюда. Вставайте, проходите сюда. Натя Чур. Целитесь, Натя Чур. Хорошо. Кого-то мы еще ждем, и кто-то должен еще прийти. Кого-то еще ждем. Кого-то еще ждем. Кого-то еще ждем. Уже 10 секунд на стол. Я уже 10 секунд на стол. Я уже 10 секунд полагаю. Хорошо. Лабе. Будем считать, что все. Ускатрисим, как все. Дорогие мои, давайте склоним свои головы. Громко слухи. Ускатрисим. Иисус Христос. Йеизу Христос. Я прихожу к тебе. Я прихожу к тебе. Прошу тебе. Лудзу тебе. Прости всем, Ирихи. Педод мне весь мир грехов. Я каюсь. Я открываю свою сердцу. Отверу свою сердцу. Привлашаю тебе, Иисус. Es ацину тебе, Йеизу. Ваиди мою сердцу. Иенача на меня сердце. Стань моим господам. Клюсту по моему куму. Стань моим спасителям. Клюсту по моему глобе. С этого дня. На шей день. Вся моя жизнь. Виса мана циве. В твоих руках. В твоих руках. Спасибо тебе, Иисус. Поздьтесь тебе, Йеизу. Ты спас меня. Ты изглаби меня. Принил меня. Пиенеи меня. Аправдал меня. Аттиснои меня. Аминь. Аминь. Церковь, давайте поднимем свои руки. Пацелсим со своими руками. Я попрошу, пасторов, давайте помолимся за каждым. Мацетай, луц, палогсим пар катру. Дух Святой, благослови. Святаяц Гарс Святой. Асвятие. Апгази. Милостая будет над этими людьми. Чудеса Твои исцеления и благословения. Мы благодарим Тебе, Господи. Во имя Иисуса Христа. Деис Кристос вардам. Аминь. Аминь. Я попрошу всех, кто вышел на покаяние. Пожалуйста, проследуйте вот за молодым человеком. Мы вас ждем. Давайте мы поприветствуем еще раз. Галера издосим виним аплодисменты. Ну, присядьте еще на минуту. Ну, апседейтесь вовлдрусцень. Ам. А можешь дать мне телефон? А можно еще вот, ну, есть же время, да там? Вовл ирта, клач. До утра, я понял. Лидц ритам. А если я сейчас выйду в прямой эфир, помолимся? Еще раз. За Украину, да? Я выйду сейчас быстро. У меня сейчас быстро. Я знаю, что они так смотрят. Ну, вот, некоторые, они только так смотрят. Слава Богу. Поздравляю. Еще раз, дорогие братья. Еще раз, дорогие братья. Агромное спасибо. Лилс поздравляю. Правда. Патяшам. Поздравляю за вашу молитву. Поздравляю за духовную брать. Поздравляю за то, что есть такое место в Риге. vivущая, когда у нас была революция, я тоже приезжал. И в 14-м. тоже приезжал. Сейчас вот, в 19-м, я думаю, что все закончится. Др 바뀌и и сестеро, я в Риге на сцене. Усurning. Мастер Алексеи сидит. Вот вся церковь, как красиво здесь, слава Иисусу Христу, поделитесь, пожалуйста, этим видео, что тут набралось сейчас 500 человек смотрящих, и мы помолимся, аминь, вот Азербайджану начнем, коротко, помолиться за Украину, из-за мира. Отец, мы приходим к Твоему престолу, и мы говорим, мир Украине, мы молим Тебя за эту страну, Господь, благослови свой народ, храни их, Отец, как зеницу ока своего, и пусть ангелы Твои ополчатся вокруг этого города, страны, народа, наций, семей, и оберегают их от всякого рода зла. Во имя Иисуса Христа мы призываем кровь Христа, как защиту и охрану над этой страной, над эту республику, благослови их, Отец, храни их, Отец, и защищай их от ныне и во веки веков. Аминь. Спасибо, брат. Лондон, Лондон. Отец, во имя Иисуса, благословляем Украину. Бог, благодать Твоя, защита Твоя на нашу землю. Во имя Иисуса, я прошу Тебя, благослови Зеленского, благослови президента, давай ему мудрость, сверхъестественное понимание к принятию решений. Всю команду, Отец, которая трудится сегодня во имя Иисуса. И также, Бог, благослови пастыров, которые сегодня трудятся в Украине, которые сегодня служат во имя Иисуса, защищай их. Благодать Твоя, Отец, и волонтеров, Отец, благослови, которые сегодня везут помощь военным, которые везут помощь, Господь, цивильным во имя Иисуса Христа. Благодать Твоя и защита на наш народ. Благослови, Господь, всех захистников, наших военных, Божий, храни их, Господь, от всякой беды, от смерти. И пусть дух смерти отступит, дух войны отступит. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, благодать, благодать нам, благодать, Отец. Спасибо Тебе, Бог. Боже, да поднимется Украина во славе Твоей, и да понесет Евангелие по всему лицу земли. В Россию, во имя Иисуса Христа. В Белоруссию, во имя Иисуса, Бог, благодать Твоя на нашу землю. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя во имя Иисуса. Отец, мы молим Тебя во имя Иисуса Христа. Мы призываем Твою святую кровь на Украину. Мы просим о Твоей защите. Мы просим Тебя во имя Иисуса, Господь. Останови это безумие. Мы просим Тебя, Господь, останови этот беспредел. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. Пусть всякая смерть остановится. Пусть всякая война остановится. Пусть дух войны уйдет с этой земли. Во имя Иисуса, дьявол. Мы говорим Тебе, убирайся вон. Мы говорим Тебе, убирайся, дух войны. Пусть всякая смерть будет остановлена. Мы благодарим Тебя, Отец, за каждого служителя на Украине. За каждого Твоего верного слугу. Ты обещал, что верных Тебе Ты сохранишь. Мы просим Тебя, пусть Твоя рука крепкая будет над каждой церквью, над каждым человеком, над каждым, кто исповедует Твое святое имя. Во имя Иисуса мы запрещаем Тебе дух войны. Убирайся вон. Мир Украине! Мир Украине! Мир Украине! Аллилуйя! Господь! Аллилуйя! Ми дякуємо Тобі за прекрасний час конференції. Ти маєш чудеса і знамена. І ми не раз бачили Твою сильну, могутню руку в тяжких обставинах. І ми це все бачимо зараз. І в имя Иисуса Христа ми благаємо Тебе, щоби Ти явив велику славу сьогодні. Аллилуйя! Показав свою велику руку, яка тримає цей камінь. Аллилуйя! Який здатний розрушити всякі плани диявола. І ми благословляємо Україну. Благословляємо весь народ, який сьогодні кричить до Тебе. І вірить, що Ти, тільки Ти можеш зупинити. Во імя Иисуса Христа всю армію благословляємо. Аллилуйя! Ми наказуємо всякій ворожій силі відійти. Геть! Кордони проголошуємо ті встановлення тих кордонів, які були до того часу, 24-го числа. Во ім'я Ісуса Христа! Амінь! Ми молимося во ім'я Ісуса Христа і ходатайся за Україну. Ми молимося во ім'я Ісуса. Пускай кровь Ісуса обмойт Україну. Ми молимося. Пускай, Господь, Твоя рука прибудет на кожного человека. Ми молимося і останавливаємо всякі атаки, останавливаємо всяку війну. Во ім'я Ісуса Христа! Я молюсь і благословляю кожного человека, кожного служителя, кожного волонтера, кожного пастора. Во ім'я Ісуса, гражданого українця! Пускай Твоя рука прибудет на цьому народі. Во ім'я Ісуса! Защити їх! Пускай ангелы ополчаються вокруг них! Пускай защита Божья буде на Тейній країне! Во ім'я Ісуса! Ми молимся! Ти сказали, Господь, во ім'я Ісуса Христа, що Ти защитиш нас! Во ім'я Ісуса, Ти сказали, не бойся, ібо я с Тобой, я защищу Тебя, падиржу Тебя своєю крепкою рукой! Во ім'я Ісуса Христа! Во ім'я Ісуса Христа! Во ім'я Ісуса Христа! Зварда! Аркауну! Джейзус Зварда! Візгодзун слава! Ти кай Теу! Амінь! Восстань, Господь! І роз'яються враги Твої! І всі ложні боги на території України, да будуть не свержені з лиця землі! Посрами агресора! Посрами і возврати! С позором в Кремль! І всі замыслы Кремля! Пусть будуть опозорені! Тому що Ти, Господь, на стороні народу України вийшли Твоїх ангелів! І пусть вони посрамляють войска земні! Ми призываем к Тебе Твоє благословення, як царя всіх царей! Господа всіх господствуючих! Якщо украінський народ предала Америка і Европейський Союз, і НАТО, Ти этот народ ніколи не оставиш! Ти придеш на помощь! Ти защитиш! І завершиш свої знамення і чудеса на самому високому в государственному уровні! І це псевдо-спеціальна це спецоперація під названням демилітаризація і деносифікація України пусть закончиться! Депутінізація Росії! Убери цього агресора! Пасрами! Пусть кисть руки вийде і на кремлівській стене напишет «Текел! Текел! Мене! Упарсин!» «Ти взвешен на весах!» Найден! «Очень легких!» «И пусть в ту ночь произойдет то, о чем говорит библейська история!» «Ми, Господь, славим Тебя!» «Ми провозглашаєм позор і пораження!» кремлівській агресії! «И абсолютну победу» «Украинського народу» во ім'я Ісуса Христа! Амінь!